Мы сегодня будем с вами говорить об особенностях ухода осенью, на самом деле осенью, зимой или в межсезонье, как вам больше нравится, любой подходит термин. Есть у этого сезона свои особенности, я думаю, вы эти особенности все уже вкусили и прочувствовали, когда 1 сентября буквально, как по щелчку, у нас вот такие погодные перемены. И кожа наша, как и весь организм в целом, конечно, на все эти перемены реагирует. Поэтому мы сегодня будем обязательно об этом говорить, мы будем сегодня обязательно говорить с вами о том, как внедрять в уход ретинол и кислоты, потому что это тот вопрос, который интересует очень многих, безусловно. Наша с вами беседа будет записываться. Если вы хотите снимать видео на телефон, пожалуйста, это не возбраняется. Коллеги мои будут те продукты, которые я буду упоминать, выносить в зал. То есть вы можете все попробовать, пожалуйста, это не проблема. Будет распространяться скидка 20% на «Я». Диана, по какому промо-коду напомни? Осень. Осень, да, осень. Ведь был межсезон, и это я настояла на том, чтобы он был проще и забыла его. Да, по промо-коду «Осень». И, дорогие зрители, кто сейчас смотрит нас, привычнее смотреть, конечно, мне в камеру, чем в живую аудиторию, 20% скидка будет распространяться и для вас, но никто ничего покупать вас не вынуждает. Мы здесь встретились, в первую очередь, чтобы пообщаться друг с другом. Может быть, дай бог вы какие-то знания от меня почерпнете, а я от вас. Я слышу какие-то интересные опросы, и мы вот объединяемся с вами энергией. Итак, особенности ухода «Осень». Логично предположить, что осень, особенно так, как это случилось сейчас, я очень рада, что наша лекция именно сейчас состоялась, когда осень очень показательно вступила в свои права действительно. Потому что где это все бархатная осень, где это там бабье лето, вот где оно все, непонятно. Потому что моя кожа, да, и я хочу здесь привести пример именно свою кожу, потому что у вас может создаться впечатление, что у косметика, у косметолога, у бьюти-блогера, как у человека бывалого, никогда нет проблем с кожей. Вот я вам объясню. Я такую погоду, особенно когда вот так быстро это происходит, переношу очень плохо. Когда воздух, ветер холодный в лицо, еще и влажный, у меня моментально обветривается лицо. У меня вот на лбу сейчас, если я приподниму челку, я в этот момент очень радуюсь, наконец-то у меня есть челка, это было правильным решением ее себе постричь. У меня просто вот такая корка и обветрившаяся кожа. Потому что вот я шла, шла, и все время мне дул-дул холодный ветер в лицо. Это важный момент, мы должны это учитывать. Мы должны с вами понимать, что кожа это самый большой-большой орган нашего тела. Кожа, как я всегда вам говорю, реагирует на работу всех наших органов и систем. И если у вас есть хронические заболевания, которые, кроме шуток, да, обостряются осенью. Понимаю, что сейчас время, когда шутят, в том числе и над некоторыми особенностями, да, ментального здоровья, скажем так, людей. Но кроме шуток, действительно, все наши заболевания обостряются осенью. Зачастую это тоже происходит по часам. И зачастую наши дерматологические заболевания обостряются осенью. Такие как акне, розация, псориаз, нейродермит тоже, пожалуйста. Очень-очень многие дерматозы обостряются именно в этот период. Особенности периода заключаются в том, что мы меняем свой рацион питания. У нас меньше становится тех фруктов и овощей, которыми был насыщен наш рацион в летний период. И это замечательная пора. Все мы будем еще долго-долго теперь скучать по этим вкусным бакинским помидорам и так далее, и так далее. Потому что в ближайший наш сезон опять войдут пластиковые фрукты и овощи. Как я уже сказала, меняется температура, это очевидные вещи. Уменьшается количество фруктов и овощей, в принципе, меняется рацион. И обостряются хронические заболевания. Кстати, меняется световой день. А на самом деле для кожи это очень важно. Потому что сейчас современные исследования говорят о связи нашей кожи с циркадными ритмами организма. Пока эта область только исследуется. Пока такие первые несмелые шаги косметологической отрасли в этом направлении. Ну, может быть, бренд Гильтек нас скоро чем-то обрадует. Да, где-то есть какие-то там упоминания о циркадных ритмах на упаковке. Но мы пока не знаем, что с этим делать. И мы пока не имеем достаточной исследовательской базы. Потому что мало что-то изобрести или прорекламировать, а нужно подтвердить. А все-таки у компании Гильтек, да и я стараюсь работать по слову науки, чтобы на любой вопрос раз исследование с кармашкой и уже взятки гладкие. А пока так не получается. Уход, осень, зима. Как мы уже с вами поговорили, что важно здесь понимать. И нужно себе об этом все время напоминать. Что ваш организм сейчас переживает не самый легкий период. Период перестройки такой некой турбулентности. У нас с вами сейчас это еще все осложняется некоторой тревожностью. Потому что какие-то прогнозы экономические. Это все сказывается на коже. В ситуации, когда вы находитесь в стрессе по причине того, что лето ушло, осень наступила, вы просто, может быть, совершенно недовольны этой ситуацией, вы рассчитывали на какой-то другой расклад. А 1 сентября случилось нечто особенное. Было 32 и 1 сентября плюс 10. Ну кто ждал? Никто не ждал. Это само по себе уже стресс. Плюс те вышеуказанные причины, которые мы с вами обсудили. Вот здесь нужно понимать очень хорошо, что ваша кожа сейчас переживает также период стресса. У нас в коже есть рецепторы к разным гормонам и гормонокортизолу в том числе. Поэтому вот сейчас говорить, о, солнце ушло, где мой ретинол, так не надо. То есть вы должны убедиться в том, что ваша кожа сейчас не показывает признаков повышения чувствительности. Что ваша кожа сейчас гиперреактивна, что она готова вообще к воду ретинола. Или, может быть, кто-то решает жизнь начать заново не с понедельника, а с сентября. Так вот, что она готова к этой перемене в жизни, потому что вот так сразу смести весь уход с полки, выкинуть его и купить, например, даже прекрасную косметику гильтек, но, скорее всего, так не пойдет. То есть если сейчас вы даже купили прекрасную косметику гильтек или какую-то любую другую, здесь следует очень простое правило. Мы начинаем с минимума всегда. То есть все новые средства мы вводим постепенно, смотря на то, как кожа отреагирует на каждый новый актив, на каждое новое косметическое средство. Наша кожа, да, это точно так же, как наш желудок. Вот вы приехали в новую страну, у вас акклиматизация, все новое, какой-то стресс, куда идти, где менять валюту, куда все эти люди, где я там и так далее. И, представляете, вы приходите, столы ломятся и выдавайте все это за обе щеки. С кожей точно так же. То есть не надо перекармливать, не надо много. Это касается и дозировок действующих веществ, мы об этом еще сегодня с вами поговорим, особенно если касается таких кусачек, агрессивных активов, таких как ретинол, например. Это касается и количества этих самых средств. Потому что я как практикующий косметик, может быть, даже кто-то был у меня на консультации, поднимите руку, был кто-нибудь, не был. Иногда вижу, не иногда, а все время вижу фотографии, потому что это обязательная часть анкетирования, я прошу прислать уход. Ну и, конечно, часто я вижу, что избыточный уход. Он, может быть, даже из какой-то логики первоначально составлялся, но потом видно, что Астапу понесло, и логика была абсолютно потеряна. И я, наверное, кстати, радуюсь, когда я вижу у своих клиентов лаконичные, компактные уходы. Тут же они мне, конечно, делают комплименты, говорят, что это все благодаря мне, и окончательно бальзам проливается на мою душу. Господи, какая у меня работа, как вообще мне повезло. Ну, если кроме шуток, конечно, мы с вами говорим о том, что сам уход не должен служить источником дополнительного стресса. Уход должен быть поддержкой. От ухода вы должны видеть результат. Никогда по-другому быть не должно. Сейчас и в компании Гильтек, в том числе, на рынке действительно очень много активной косметики. Очень много активной косметики, в том числе косметики профессиональной. Ну, бренд Гильтек – это профессиональный бренд. И, конечно, мы же все как с вами устроены? Быстрее, выше, сильнее. Там где-то генетическая память, там пятилетка, еще что-то надо. Ого, сразу все, и чтобы, где когда 1% ретинол уже мне завален, просто весь директ сообщениями, потому что 0,25 и 0,5, которые есть в ассортименте, людей уже не устраивает. Надо вот это. Да, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, потому что количество, это я могу сказать внутреннюю статистику, количество обращений с контактными дерматитами и дерматитами в этот период обостряется очень сильно. Сейчас еще не ровен час, конечно, надежда тает с каждым днем, но, скорее всего, нам еще придется опять носить маски. И это дополнительная проблема для кожи, потому что маска, по сути, да, это окклюзия, это то, что закрывает вашу кожу. Маска – это то, что является источником дополнительного стресса, нарушает газообмен, повышает PH кожи под этой самой маской, могут нарушиться процессы отшелушивания, может повыситься трансэпидермальная потеря влаги, потому что под маской, ну вот как мы в быту говорим, все преет. На самом деле это не так-то уж и далеко от истины. То есть маска – это то, что действительно способствует тому, что вот липиды нашей кожи, они как бы раздавались в сторону и выпускали влагу больше сквозь себя. Поэтому помимо всех прелестей, которые мы говорили в начале нашего разговора в виде переменной погоды, овощей и фруктов, может быть, скорее всего, к сожалению, добавится еще маска. Поэтому это тоже такой важный момент. И, кстати, если маска добавится, скорее всего, конечно, она добавится, тут тоже встает большой вопрос про применение ретинола и кислот. Поэтому, когда я буду об этом говорить, я это проговорю обязательно, потому что это важный момент, очень острый момент. А почему вы говорите, что у нас есть какая-то информация, что маска используется? Да, есть такая информация, по-моему, даже с 20 сентября. Да, такая вот. Я не учитывала, как, за счет чего? Типа, кандир? Ну, у нас сейчас пик-пик, каждый день новый рекорд, пик заболеваемости. Больше, чем ты здесь болен? Да. Мы об этом тогда поговорим, я скажу еще раз, что с этим делать. Поэтому, вот вам, пожалуйста, пример минимальной капсулы. То есть, что делать в данной ситуации? Мягчайшее очищение, это самое главное. Антиоксиданты, и это не обязательно должен быть витамин С. Может быть, вы не любите витамин С. Может быть, у вас реакция на витамин С. Всякое бывает. Есть другого рода антиоксиданты, если что, коллеги вас проконсультируют. И липиды, восстанавливающие обязательно уход. С арамидами, жирными пислотами, с холестеролом, чтобы это все было в уходе. Сейчас коллеги, наверное, вас познакомят. Да-да. Та-та-та-та-та-та-та-та. Да. Ощутили вкус копченой колбасы, запах от сыворотки с витамином С. Это пример минимальной капсулы. То есть, на что мы с вами опираемся? Солнце, защита. Мы еще будем с вами ее обсуждать. То есть, очищение антиоксиданта и восстановление эпидермального барьера. Почему? Возвращаемся опять к тому же, что нам сейчас нужно с вами поддержать нашу кожу. Чем мы можем ее поддержать? Не травмировать, в первую очередь. Не травмировать чем? Не травмировать грубым очищением. Потому что поверхностно-активные вещества – это самый большой агрессор для кожи. Это причина номер один дерматозов, контактных дерматитов и так далее. Это то, что существенно повреждает гидролипидную мантию кожи. Это то, что в состоянии повредить даже клеточные мембраны. То есть, грубое очищение, особенно если это щелочное очищение, мыло – это огромная проблема. Поэтому, в первую очередь, конечно, нам нужно с вами озаботиться о том, что вот мягкое очищение есть – все. Где-то себе галочку поставлю, что уже я сделала максимум из того, что можно. Особенно, если касается ухода детей, например. Им не нужно маленьким деткам 5-10 лет. Зачем им какой-то еще дополнительный уход? Все, что нужно – это мягко очищать кожу, лица и тела. Можно даже одним средством. Антиоксиданты. Здесь, скорее всего, уже мы имеем в виду категорию людей после полового созревания. То есть, там 12+, 13+. Потому что те же самые антиоксиданты, они имеют, естественно, поскольку они антиоксиданты, противовоспалительную активность. Чем более универсальный антиоксидант вы будете выбирать, тем больше вы выиграете. То есть, например, тот же самый витамин С – это и от фигмента. Он же укрепляет сосудистую стенку. Он же стимулирует выработку коллагена. Он же способствует, естественно, как и любой антиоксидант, противовоспалительному эффекту. Но его место может занять кто-то другой. У бренда Гильтики есть другие антиоксидантные продукты. Поэтому, если у вас аллергия на витамин С, или вы не переносите какой-то компонент, я не настаиваю. И восстановление эпидермального барьера. Вот сидит, простите, напомните, как вас зовут? Алина. Алина, да, Алина пришла самая первая. Мы успели с ней поговорить. И она рассказала о том, что самое большое влияние на ее кожу оказал липидовосстанавливающий уход. Когда вы включили в свой уход церамиды, холестерол, жирные кислоты. Разница была очень большая. При том, что до этого вы испытывали какие-то серьезные неудобства с кожей. Да, у меня были такие решения, очень многие. Потом я пришла, как раз я сюда, на консультацию. Мне, как раз я, на консультации, я как раз воспитывала кремом. И у меня просто поразительная разница. О, на протяжении, как раз я. Да, да. И это вполне себе возможный результат. Это не потому, что тут магия какая-то в этих стенах творится. Или надо так говорить. Извините. Магия в этих стенах творится. Но на самом деле эпидермальный барьер здорового человека, то есть кожа без патологии, давайте вот так говорить. Кожа без патологии восстанавливается за 7 дней. Вот эту цифру 7 дней вы должны всегда помнить. Что бы с вами ни случилось. Контактный дерматит, лицо обветрилось, всё пропало. Дайте коже 7 дней и хороший липидоросстанавливающий уход. То есть по большому счёту ей больше ничего не надо. Но это стандарт. Это касается кожи без патологии. Без патологии. Да. Обязательно. Жидкокристаллическая ламеллярная эмульсия – это вариант корнеотерапевтического ухода за кожей. У нас есть что-то на ламеллярную эмульсию или будет? У нас есть. А, есть? Вы помните, что это на ламеллярную эмульсию. Что вы говорите? Вы ставите, что у меня будет что-то, как это стало в метрилах. Да. Смотрите, вчера шкали на ламеллярную эмульсию, особенно такими вот сроками помогает спа апельсин. Спа апельсин. Да, действительно, спа апельсин. Есть такой крем. Его можно для массажа использовать в лице. Его можно использовать как барьерный крем. Он достаточно плотный, потому что это скорее гель такой, гель-крем. Но ламеллярные эмульсии, они могут быть разные. То есть, если вы видите гель, это не... Да, это тоже вариант липидовосстанавливающего ухода, потому что у нас с вами ламеллярная эмульсия относится к корнеотерапевтическому уходу за кожей. То есть, то, что восстанавливает роговой слой кожи. То, с чего мы с вами всегда начинаем, это наша база. Без этого не может быть хорошего ухода. Вы совершенно правильный, грамотный задали вопрос. Так вот, я уже вам сказала о том сейчас чуть-чуть, буквально про эпидермальный барьер, несколько слов. Потому что самый частый вопрос, а как мне вообще понять, что у меня эпидермальный барьер поврежден? Что он мне, как он мне об этом скажет? Причина, признак номер один. Конечно, это шелушащаяся кожа, но это такой стандарт. Кожа может не шелушиться. Она может быть просто матовой, потому что здоровая кожа, она не матовая. Когда у нас роговой слой здоров, чешуйки, да, вот эти вот корнеоциты прилегают друг к другу таким образом, что они правильно прилавляют свет. И зачастую вот это свечение кожи изнутри, за которым мы его где-то слышали, мы так примерно представляем, что кожа должна светиться изнутри. Что-то для этого делаем, какие-то праймеры, тональные кремы с последующим выющим эффектом. Это не магия, опять же, это чешуйки, да, вот эти вот клеточки кожи, которые уже потеряли свое ядро, которые, по сути, спрессованные такой кератин из себя представляют. Мертвые клетки, как мы их называем, хотя мне не очень нравится это название, но они правда потеряли свое ядро к тому моменту, как начали сиять и отражать свет. Дальше, ну понятно, шелушение матовой кожи, а вдруг кожа начала на все реагировать. Не могу подобрать косметику, раньше это средство прекрасно мне подходило, сейчас щипет жет и невозможно выйти на улицу. Вот когда вы понимаете, что что-то пошло не так вдруг, неожиданно, к гадалке не ходи, это повреждение эпидермального барьера. Любые дерматозы, акне и так далее сопровождаются, естественно, повреждение эпидермального барьера, это какой-то оксюмарон, то есть противоречие. Больная кожа с дематологическим заболеванием и со здоровым эпидермальным барьером не бывает такой, это очень странно. Поэтому здесь чуть что чувствуете отклонение от нормы, ну кроме купероза. Купероз не является отклонением от нормы, в общем-то, это наоборот вариант нормы. А вот розация, да, розация уже это отклонение от нормы. Вот это буквально несколько пунктов я обозначила про повреждение эпидермального барьера, которое сейчас естественным образом может происходить из-за того, что вот как у меня лицо обветрилось. Да, то есть такое может быть действительно. Так, и что делать можно? Липидовосстанавливающий крем. То есть нам самое главное с вами, чтобы, да, это гель, который с церамидами, потому что нам самое главное, что нужно для восстановления эпидермального барьера. Эпидермальный барьер состоит из конкретных веществ. Мы их можем с вами измерить. Он состоит из церамидов, из жирных кислот, холестерола. И все это находится в так называемом эквемолярном соотношении. Один к одному к одному. То есть природа и выверенная очень строгая пропорция. Соответственно, восстановить этот эпидермальный барьер мы можем только тем, что эти вещества содержат, причем в такой же пропорции. Не только церамиды и больше ничего. Иначе у нас будет перекос. Не один к одному к одному, а три к одному к одному. Да, что-то такое. Это может быть форма геля, ламеллярная эмульсия, где все это содержится. Но самое главное, чтобы были эти вещества – церамиды, жирные кислоты, холестерол. Это трио нас интересует больше всего. Холестерол может в косметике замещать сквалам. Тоже допустимо. Компоненты натурального увлажняющего фактора, аминокислоты необходимые. Опять же, пожалуйста, но самое главное – это трио. Это то, что нас интересует в первую очередь. Главная задача осенью, осенью-зимой – успокоить, увлажнить и защитить кожу. Защитить от агрессивных факторов окружающей среды, в первую очередь. Поэтому, если, например, вам не комфортен текстура геля, вот, например, есть люди, которые действительно предпочитают гель, и имеют полное право им же пользоваться и зимой. Но если, например, вы понимаете, что вы любите что-то более плотное, или, например, вы едете в регион, где экстремально низкие температуры и сильный ветер, конечно, скорее всего, это будет не гель. Тогда я бы вам рекомендовала, может быть, купить по апельсинам, или еще проще поступить, сходить в аптеку, если действительно экстремальные условия, купить что-то типа колд-крема. Есть такие кремы, например, у бренда Аравия, они так называются, крем для холода практически, колд-крем, или какой-нибудь Лакобейс Репеа, такой аптечный крем, да, может просто ничего больше не помочь, когда экстремальная, себодефицитная кожа, за окном, не пойми что, тут уже не до гелий. Это индивидуально. У кого-то плюс 8, как у меня, обветрилось лицо, а кому-то надо, чтобы минус 8, что? Да, он безводный. Он безводный, да, он на силиконах, но просто мы говорим о том, что... Ну, это, во-первых, стереотип, а во-вторых, он у вас безводный, поэтому еще что-то обсуждать. Значит, да, про повышенную чувствительность мы с вами проговорили, и про ретинолокислоты. Ну, собственно говоря, настало время этого замечательного компонента. У нас с вами, вы знаете, есть несколько ретиноидов, это все производные витамина, к настоящему времени синтетические. Но в компании Гельтек мы сейчас имеем дело с вами с ретинолом, у нас же нет других форм ретиноидов. Только ретинол, да, поэтому ему сегодня будет посвящена основная часть нашего разговора, про остальные я упомяну. Но почему здесь важно поговорить именно про ретинол? Он самый раздражающий. То есть самый, ну, понятно, там, ретиноин дальше идет, но про него мы не говорим, его только по предписанию врача можно получить. А ретинол – это самый раздражающий, самый раздражающий. Что здесь важно понимать? Если, например, вы ретинолом, даже пусть этим же самым, вот бренда Гельтек, пользовались, например, закончили в апреле, то когда вы начинаете в сентябре или октябре вводить ретинол в свой уход, вы не помните, на какой ноте вы закончили, а я его тогда использовала два раза в день, начинаю. Нет, вы его точно так же постепенно вводите, как будто бы вы сделали это в первый раз. Скорее всего, кожа на него не отреагирует, как в первый раз, что называется, но вероятность велика. То есть вот этот адаптационный период к ретинолу, когда вы начинаете его использовать, например, с одного раза в неделю на ночь. С одного раза в неделю на ночь. И постепенно, по мере того, как ваша кожа становится всё менее и менее восприимчивой, толерантной к этому самому ретинолу, вы увеличиваете частоту. Вот, например, вы нанесли один раз в неделю на ночь этот ретинол, и вы смотрите, как реагирует кожа. Не нужно, пожалуйста, думать, это ошибка, что кожа уже на следующий день должна продемонстрировать все минусы использования ретинола. Эффект может догнать вас на шестой день. То есть только на шестой день вы заметите, что всё красное, всё шелушится, а вы взяли, не выждали неделю и нанесли повторно. И можно вот так прям здорово себе получить ретиноевый дерматит. Поэтому лучше меньше, чем больше. Совсем не знаете, что такое ретинол, не умеете с ним обращаться, берите концентрацию 0,25. Привыкли к ретинолу, летом, например, может быть, использовали другие формы ретиноидов, но даже тот же ретинилпульметат, в общем-то, подойдёт, или эрретинуат, или ретиналь, то, что не так сильно повышает чувствительность кожи, то, что не делает кожу такой восприимчивой к солнцу и так далее. Ну, возьмите 0,5. Ну, вот будет 1%, сейчас проходит тестирование этот препарат на фокус-группе. Если всё будет хорошо, то после февраля он запустится. Если не будет хорошо, то уже только в следующем сезоне. То есть тестирование косметической продукции – дело долгое. А вы понимаете, что это ретиноль? Ретиноль. Ретиноль – это одна из современных форм ретиноидов. У нас с вами есть такая цепочка. Да, то есть самая такая неактивная форма ретинола и самая активная. Самая неактивная форма ретинола – это эфир ретинола. Ну, например, ретинил, пальмитат. Пальмитат или ацетат. Да, совершенно верно. Это всё формы, это эфир ретинола. Вот это самая безобидная форма. Её можно использовать летом, её часто добавляются в защитные средства. Вообще, если так можно сказать, ретинол хранится, депонируется в нашей коже именно в форме эфира. И кожа сама знает, когда ей преобразовать этот эфир в ретиноевую кислоту, в самую активную форму. И самое интересное, что это обратимый процесс. То есть из ретиноевой кислоты может обратно всё преобразоваться в эфир. Следующим по активности давайте напишем у нас будет с вами ретинол. И особенность ретинола заключается в том, что это действительно такой всесильный актив. Впервые он начал использоваться с начала 90-х годов. Не использовался он для лечения акне. Это были достаточно большие бизировки. Но тут выяснился приятный побочный эффект. А он омолаживает, оказывается. И теперь ретинолом у нас и морщины лечат, если так можно сказать. И акне по сей день ничего не изменилось. Вы знаете, препарат дифирин, он в составе имеет адопалена. Адопален – это тоже ретинол. Тяжёлые формы акне лечат ретиноином. Это очень такой серьёзный ретиноид. Морщины в некоторых странах тоже можно прийти. Госметологу-дерматологу. Он выпишет вам рецепт нотретиноин. И это от морщин. Но мы сейчас с вами говорим то, что позволяет нам наше законодательство купить просто. Потому что есть страны, кстати, в которых и ретинол уже вы не купите. И очень долго такими странами были страны Азии. И только сейчас. Две новинки. Правда, одна из них с ретинолем. То есть у вас на рынке, то и из Азии. И из Кореи, например. Ничего не дождёшься. Из Японии. Я даже не представляю, что бы это могло быть. Поэтому тут очень сильно всё зависит от законодательства. Но мы сейчас говорим, что у нас происходит с производными ретинола. Итак, ретинил-пилметат преобразуется в ретинол. А ретинол в ретиналь. Как вы видите, ретиналь – это более активная форма ретинола. То есть ещё более активная, чем ретинол. Ну вот чудо. И несмотря на то, что ретинол гораздо более активный, чем ретинол, практически не вызывает раздражения. Он очень хорошо переносится людьми. Поэтому если вы хотите использовать его, например, в летнее время, года, или начать адаптироваться к ретинолу, знакомство начать с ретиноля, пожалуйста. Но тут очень интересная история. Далее, ретинол, как я уже сказала, это компонент всесильный. Он может всё, но разве только что не увлажнять. Потому что это такой приказчик, бригадир, который приходит в кожу. У него очень маленький размер молекулы. Это молекула, которая легко преодолевает эпидермальный барьер, потому что она жирорастворима. То есть она прям проскальзывает туда и всеми начинает помыкать. Это вот ты кератиноцид. Делись быстрее, ты медленно работаешь. Подстёгивает прям. А ты, себацид, жирный слишком. Ну-ка, прекрати жиры так много. А ты фибробласт. Там коллаген уже на эластин. Так, ты меланоцид. Что за пигмент? Ну-ка, хватит. То есть он всеми понукает. Ретинол связывается с ядерными рецепторами клетки. Не на мембране с рецепторами, а с ядерными. То есть он прямо эту клетку, у него нет шансов не подчиниться. И из-за того, что кератиноцид бедный так начал усердно делиться, вы видите вот это шелушение. Потому что всё вот так вот начинает работать. Вот ретиналь, при всей его активности, он очень хорошо работает с возрастными проявлениями. Но если нам нужно быстро себорегулировать, быстро сгладить рельеф кожи, это немножко не то. То есть по моим личным наблюдениям, ретиналь хорош в антивозрастной косметике. Особенно если его сочетать с каким-нибудь бакучиолом. Особенно если его сочетать с коллагеностимулирующими пептидами. Вот тут он молодец. А если всё-таки хочется, особенно кожа себе профицитная, то есть жирная, хочется и поры подсудить. Вот, например, ну, позвольте уж, коллеги, заинобаджа, да, есть такое средство, пор-рефайнер, по-моему, называется. За три дня работает. Правда, облизает всё, но потом ты как будто бы из пены морской вышел вообще, лицо как новое. Ну, при этом мы не говорим, что он за три дня работает, да, морщины распространяет. Мы говорим просто вот про рельеф кожи, про себорегуляцию. Вот если вот это нужно и как можно быстрее, и ещё плюс там у нас прыщи и акне бывает, то тогда, наверное, я всё-таки обратила внимание на ретинол. Ну, и последнее – это что? Да, ретиноевая кислота. Ретиноевая кислота – это конечный пункт, куда преобразуются у нас с вами все формы ретиноидов. То есть у них нет другого выбора, они все будут преобразованы в ретиноевую кислоту, самую активную форму. Обратно эта цепочка может размотаться, и всё уйдёт обратно в ретинол полиметар. То есть вот отвечаю на ваш вопрос. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы понимали, какие цели вы перед собой ставите. Если хочется себорегулировать, делать кожу уравнее по рельефу, да, хотя у вас прекрасная кожа, вот такой вот получить эффект, то, может быть, всё-таки обратить внимание стоит на ретинол. Если хочется больше антивозрастной эффект, и кожа, например, очень чувствительная, там вообще не то, что себорегулировать, дышать на неё не надо, то выбирайте ретиналь или эрретиноат. Тоже такая форма дорогой достаточно ретиноидом встречается у таких брендов, как Medicaid, как Institutum. Да-да-да, это уже другая ценовая немножечко категория, поэтому тут уж не обессудь. А вот ретинол в хорошей формуле сейчас доступен, и это очень здорово. Это очень здорово. Ретинол будет подсушивать, потому что он себорегулирует, это неизбежно. Лучше выбирайте другую форму или выбирайте маленький процент и сочетайте, опять же, с липидовосстанавливающим чем-то. Или с каким-то прям кремом, дающим окклюзию, плотным, питательным, да, вот как мы называем. Про них мы тоже чуть-чуть буквально скажем, потому что здесь у нас всё так просто. Поэтому, возвращаясь, начинайте вводить ретинол в уход, имеете право. На самом деле в этом году его можно было даже не бросать. Кто-нибудь смотрел приложение «Погода» в Москве? Три, два, а при этом солнце за окном шпарит так, что кажется, что мы в Тель-Авиве, понимаете? И у нас тут ОФ-индекс 13, а низкий был очень индекс ультрафиолетовый. То есть, по сути, мы своим клиентам могли рекомендовать не прекращать использование ретинола вообще, потому что ультрафиолетовый индекс был очень низкий. Но, тем не менее, если вы начинаете с сентября, смотрите, если вы новичок, 0,25 начинаете с него, постепенно вводите. Если уже не новичок и знаете, что ваша кожа крепкая, как кора дуба, тогда начинайте с 0,5 и ждёте, потирая ручки, когда вы измените. Пожалуйста. Как вы хотите, чтобы вы хотите на 0,25? Я понимаю, что вы хотите как можно быстрее, но здесь опять же мы говорим о том, насколько быстро ваша кожа адаптируется. Может быть, вы начнёте использовать этот ретинол и скажете, мне как слону дробина, ни шелушинки, ни прыщичка, ничего. Пожалуйста, переходите, можете даже этот утром использовать. Даже ограничений на утреннее использование, по большому счёту, у ретинола нет, если вам комфортно. Поэтому, пожалуйста, по ретинолу, пожалуйста, есть ли ещё вопросы? Тут такая вот условная схема. Да, очень хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали. Если началась реакция кожи, да, и мы понимаем, что дело запаху жареным, то есть к ретинолевому дерматиту куда-то мы уже там подбираемся, нужно отложить вообще весь уход, который у вас есть, и пользоваться только липидовосстанавливающим кремом, и хотя бы выдержать вот этот вот срок 7 дней, за который восстанавливается эта дермальная барьера, о которой я вам говорила. Здесь очень распространённая такая ошибка. Люди считают, что если у них кожа среагировала на ретинол, значит, что мне не подходит, его надо бросать. Это неправда. То есть реакция на ретинол – это вариант нормы. Это не значит, что у вас аллергия, он вам не подходит. Кожа к ретинолу адаптируется. Вы просто должны ей дать это время на адаптацию. Не получилось сейчас, значит, получится позже. Попробуйте увеличить интервал или попробуйте сократить процент ввода. То есть это не повод бросать ретинол, потому что к нему просто нужно адаптироваться, и кожа адаптируется. Она под гнётом этого приказчика, который пришёл, нет выхода. Она подчинится и будет выполнять его требования. Меньше вырабатывать кожного жира. Контролируется меланогенез, больше вырабатывается коллагены, эластины, гиалуроновой кислоты и всего остального. Кератиноциты обновляются как сумасшедшие. Это всё будет происходить, это неизбежно. Просто зачастую почему возникает реакция на ретинол? Вот эти вот кератиноциты, которые молодые, хотели там ещё так вяленько обновляться. Тут пришёл ретинол и говорит, нет, надо быстро. И они так бедные торопятся, что они до поверхности кожи доходят, не потеряя своё ядро. Это то, с чего мы с вами начинали. Они должны превратиться в те самые клеточки, которые отражают свет, без ядра, мёртвые. А они так торопились, бедные, там такую переполовку уже от этого ретинола, что они на поверхность не поднялись, а ядро-то не потеряли. И вот это вот мясо, живые клетки у вас на поверхности. Конечно, начинается краснота, зуд, жуть. Тоже, да, оговорка не случайна. Вот надо просто дать адаптироваться к коже. Но если вы понимаете, всё бывает, что вообще вы с ретинолом не подружились, тогда выбирайте другую форму. Пожалуйста. Если человек готовится к серьезным ретинолам, как в новом ретиноле, как в год, 4% ретинола, то есть 2-1-1-1-1-2-1. Как вы считаете, в ход отменяем в ретиноле, приезжающей в ход ретиноле, отменяем в ретиноле, можно готовиться, да, таким образом. То есть ретинол отменять не нужно. Нет никаких научных этому подтверждений. Мы не видим в источниках литературных такого. Поэтому вы можете совершенно спокойно использовать. Другое дело, что ретинол и пилинг имеют еще другие вещества в составе, как правило, кератолинтики. И это в любом случае будет очень агрессивное воздействие. В любом случае пациент будет шлумшиться. В любом случае будет период реабилитации. Он его не избежит. То есть если, например, вы используете ретинол и думаете, что вы в этот раз обойдетесь без корочки на лице, так не получится. То есть реакция будет все равно. Но использовать, да, конечно, можно. Это совершенно другая глубина воздействия. Так или иначе. То есть мы с вами должны понимать, что если мы используем 1% ретинола, причем инкапсулированного, в дерму доходит, дай бог, 0-1. Потому что первое препятствие – это эпидермальный барьер. Туда еще надо просочиться. Но мы с вами выяснили, что ретинол просачивается, потому что он жиростворим. Потом ждут зернистые клетки эпидермиса. Они фактически вакуум образуют. У них еще такая сложная форма. И они вот так вот лежат, там вообще не просочится. И еще через базальную мембрану надо как-то проникнуть. Три рубежа испытаний для каждого актива в нашей коже. Поэтому до дермы, там, где мы хотим, вибробласты, где сидят. Кого надо подстегивать гиалуроновую кислоту, вырабатывать коллаген и властин? Их. А до них еще добраться надо. А до них как-то активность? Ретинол не имеет такой активности на эндотелии сосудов. Можем. Его можно назначить. Он не способствует ни росту, ни вообще никак не способствует. Единственное, конечно, исключение здесь является розация. Вот при розация, хотя сейчас даже есть какие-то интересные схемы, публикации, когда наоборот рекомендуют ретинол включать. Но здесь нужно быть очень осторожным. Уж точно это не введение косметика. То есть если, например, вы думаете о том, чтобы внедрить ретинол при розации, надо идти к врачу-косметологу или дерматологу. Либо врач-косметолог, либо врач-дерматолог. Дерматолог, наверное, пальчиком у виска покрутит. Лучше врач-косметолог, чтобы он просто сказал да или нет. Потому что это важно здесь в данной ситуации. Вот эта схема, она очень условная. Просто чтобы вы понимали, вот по нарастающей взлетная полоса нашего ретинола. А бывают люди, которые... Что, простите, это за люди? Я вообще не знаю, с какой планеты. Мажут 1% на подглаза и каждый день. Говорят, у меня нет результата. На мне не работает. Человек-то, кто? Что с твоей кожей? Как такое может быть? Это 0,25-то? Весь чешется. Не хочешь, боишься, что люди ещё подумают. Вот это есть, понимаешь? Был у меня. Ну, бывает, наверное, да, такое. А вот другое дело кислоты. Вот с кислотами одновременно всё гораздо проще. Всё гораздо сложнее. Потому что есть тоже такой миф, что мы к кислотам можем кожу приучить так же, как ретинолу. Это не так. То есть, если кислоты вызывают у вас раздражение, их много, если у вас на кислоты аллергия, она так и будет. То есть, невозможно приучить кожу к аллергену. Аллерген либо есть, либо нет. Ему может быть вот столько, его может быть вот столько, и всё равно на этот аллерген кожа будет реагировать. Так же, как пищевая аллергия. Неважно, съели вы целый сникерс, там, арахис, или вы там половинку этого арахиса где-то случайно на зуб вам попал. Всё. Ничего хорошего. Поэтому кислоты – это потенциальные аллергены. Но что здесь очень интересно? Вот если мы говорим про пилинг, вайтнинг, бренда Гильтек, они в этом плане большие молодцы. Почему пилинг называется всесезонный? Потому что они взяли те кислоты, которые меньше всего выдают аллергию. Молочную, миндальную, фируловую, вообще по сути это антиоксидант. Да, потому что у нас самые большие агрессоры – это гликолевая кислота и салициловая. Ну, из того, что нам доступно для дома. Понятно, что можно там пойти к косметологу и там ещё что-то найти. Интересное, аллергичное и замечательное. Но если мы говорим про то, что доступно дома, вот максимум салициловая кислота 2%. Сейчас законодательно это разрешено. Но вы знаете, что FDA там бьёт во все эти предметы, издающие шум. Сегодня не спится спокойно ночью и хочет очень запретить салициловую кислоту. Ну, по крайней мере, для профессиональных пилингов. Но 2% пока нам разрешено, поэтому мы с удовольствием пользуемся. Потому что, если мы говорим с вами о самых таких вот… Да, опять же, как с ретинолом. Они самые агрессивные, но они и самые активные. Вы быстрее всего увидите результат. Гликолевая кислота. Самый маленький размер молекулы проникает до базальной мембраны, стимулирует те же самые керотиноциты в делении. И за счёт того, что она так быстро помогает обновить кожный покров, опять же, это рельеф, опять же, это пигмент, опять же, это проморщины. То есть, картинка вглаживается. Салициловая кислота. Она у нас с вами жирорастворима. У неё тоже самый маленький размер молекулы среди себе подобных. Она проникает у нас с вами в пору и начинает там шородить. Она доходит до себоцита. Тоже ему говорит, слушай, ну, пора и честь знать. Поработал и, так сказать, отдохни. Понимаете? И вот, то есть, он себя регулирует, делает нашу кожу менее жирной. Он обладает противовоспалительным эффектом. Салициловая кислота очень хорошо снимает. У нас же с вами стенка саловыводящего протока, она же тоже услуна эпителем. Там же тоже всё обновляется. Представляете, вот этот коктейль, мёртвые слущенные клеточки, кожный жир, что-то там косметика. И вот это всё в поре. Это же надо как-то растворить и что-то с этим сделать. Вот салициловая кислота, знаете, очень хорошо помогает. Но, опять же, 2%. Если вы страдаете по салициловой кислоте от бренда, например, Coilous Choice, вот хороший вариант. В чём особенность салициловой кислоты? Как я уже сказала, она жирорастворима. Поэтому очень многие производители, чтобы не делать средства жирным, растворяется салициловая кислота в спирте. А нам с вами категорически это не подходит, особенно для наших с вами целей, к теме нашего разговора, когда мы должны не дышать над эпидермальным барьером, а тут нам какой-то спиртовой коктейль. Категорически это не подходит. Вот здесь спирта нет. При этом средство у своей органолептики, оно комфортное. Нельзя сказать, что оно жидкое, как вода. Там есть как будто бы какая-то маслянистость, но оно даже комфортнее, мне показалось, чем Coilous Choice, потому что Coilous Choice в ради случаев прям такое лоснящееся лицо. Вот вам примеры кислот, которые здесь вам и в дружбу, и в службу, в осенне-зимний период. Салициловая кислота, это если есть, это кератолитик. Что значит кератолитик? Кератолитик разрушает любой белок, и не только кератин. Это может быть и мембрана клеточная, это может быть и свободное нервное окончание. Всё разрушает на своём пути салициловая кислота, но здесь просто её мало, 2%. А если прийти к профессиональному косметологу, то там хороший процент, облезете до базальной мембраны, гарантированно. Она разъест весь белок, а в коже это и есть белок. Это называется метод контролируемого повреждения. То есть косметолог так сделал не для того, чтобы вас оскорбить и унизить, а для того, чтобы обновить таким образом методом стресса, такого воздействия вашу кожу. Или вот, пожалуйста, называется он whitening, этот пилинг, но это совершенно не обязательно, что он только про отбеливание кожи. Миндальная кислота, фируловая, молочная, что может быть лучше? То есть вот в период такого стресса, межсезонья, особенно если вы вводите ретинол, который и так там уже нам грозит пальчиком, и говорит, сейчас будет у тебя ретинол и дерматит. Вот это самое то. Но еще раз, да. А при кислоте можно? Да, да, да. Кислоты, особенно умеренное количество, можно и при розации. То есть на самом деле, если мы говорим про маленький-маленький процент кислот, особенно такая, как молочная, ее можно при любых дерматозах, потому что молочная кислота – это часть нашего натурально увлажняющего фактора, это по сути часть нашей кожи. Кожа очень хорошо реагирует. Миндальная кислота – это то, что даже в концентрации 50-60% это пилинги переносятся хорошо. То есть если вы ищете самую безобидную кислоту, на которую точно не будет раздражения, вот практически никогда это миндально. Да? А зелоиновая кислота – это противовоспалительный агент. Купероз не сопровождается воспалением. То есть только розация сопровождается воспалением. А зелоиновая кислота используется при акне и при розации, потому что розация по полупостелезной стадии, особенно когда есть розовый гриф. При куперозе – ну хорошо, она антиоксидант, она таким отбеливающим действием обладает, немножечко выравнивает тон кожи, но к куперозу прямо сказать, что зелоиновая кислота имеет прямое отношение – нет, едва нет. То есть скорее мы все-таки говорим здесь про лечение именно воспалений. Или как антипигментационная терапия – зелоиновая кислота, да еще и с витамином С, например, да еще и с ретинолом. Тут можно очень хорошо получить отбеливающий эффект. Той же салицилкой. То есть тут прям здорово можно, ну вам нечего выравнивать, у вас кожа идеально. А карбоновый пилинг подойдет при куперозе? Карбоновый пилинг подойдет при куперозе, но опять же нужно понимать, что это один из самых гуманных видов пилинга. То есть карбоновый пилинг – это максимально поверхностное действие. Это кислоты, это другой принцип действия. Это все-таки коктейль кислот. И сколько курсов можно дать? Это можно использовать круглый год. С периодичностью раз в неделю, раз в 10 дней. То есть не курсом, а курсом? Можно, да, постоянно. Это продукт для домашнего использования. С небольшим процентом кислот, не низким PH. Это тоже очень важно. То есть процент может быть и небольшой, зато там PH полтора. И все, и облезет лицо. А тут PH, какой PH у нас? 2,46. Сам процент водокислот невысокий, да еще и самый кислот неагрессивный. Используйте круглый год. А если не нужен там нейтрализатор? Не нужен. При таком проценте води и таком PH не нужен нейтрализатор. Вообще нейтрализатор в домашнем уходе – это спорная ситуация. Потому что зачастую косметолог использует нейтрализатор, потому что вы лежите у него на кресле. У него из воды есть только небольшая чашечка. А ему надо как-то это смыть все, чтобы точно оно смылось. Он же не может, давайте встанем, пойдем в ванную комнату. И ему нужно что-то сделать. То есть эта манипуляция обусловлена именно спецификой работы. Вы лежите в кресле, вы не можете подойти к источнику воды. А смыть все нужно хорошо. Или, конечно, когда мы говорим про такие пилинги, когда аж хрост на лице образуется, как раз кератолитики, когда просто поверхность мертвых серых клеток, как иний такой, проступает на коже. Там, конечно, нужен нейтрализатор, потому что иначе эта кислота уйдет, разрушает глубокие слои кожи и дальше. А это же надо остановить как-то. Ну вот это не касается. Здесь даже не переживайте. Смыли пилинг, протерли лицо тоником, любым. И все. И все вы сделали правильно. Пожалуйста, ретинол кислоты. Вопросы? То есть, допустим, после шелушения, тогда вы как-то обветваясь, например, вы все восстановите 7 дней, и потом он не восстанавливает. Прям так вы думаете, она сразу? Я бы постепенно начала вот сначала других ваших косметических средств. То есть, вы 7 дней сидели на липидовосстанавливающем креме. Давайте потихонечку. Вначале добавили сыворотку, которую, скорее всего, вы уже пользовались. Не реагирует кожа, все в порядке. И постепенно, постепенно так доходите до кислоты. Сразу, как только кожа еле-еле пришла в себя, а эти кислоты? Не надо, все может вернуться на круги своя. То есть, постепенно, вот опять у нас идет косметический средств. А вот можно ли сейчас полигидроксикислоты? Это лоскогеновая, глюконовая лоскогеновая? Феруловая. Туда же к ним относятся. Конечно, полигидроксикислоты. Да, полигидроксикислоты. Но если вы хотите прям пилинги с полигидроксикислотами, это у Альпики надо смотреть. То есть, у них прям есть пилинг глюконолактон, лактобионовый пилинг, янтарный пилинг. Да, там свое есть, но... Тронексамовая кислота, это немножко не про то, это про отбеливание. Это про отбеливание, и, кстати, она показана при розанце. Тронексамовая тоже есть исследование. А почему? Не надо сейчас, а значит, я у меня очень... Но когда будет, я вам обязательно скажу. Пожалуйста, ретинолкислоты. Как сочетать с ретинолом? Когда вы начинаете знакомство с ретинолом, минимизируете количество других раздражителей в вашем уходе. То есть, кислоты можно использовать, даже вместе с ретинолом можно использовать уже салицинку, прямо в один момент. Вопрос, переносит ли это ваша кожа. Уже есть такая луженая кожа, и можно чем угодно сочетать. Но когда вы только начинаете свое знакомство, минимизируете. Вот вы поняли, что более-менее привыкли к ретинолу, потихонечку вводите тоник. И то чередуете. Одну ночь я использую тоник с салициновой кислотой, а вторую ночь у меня будет сыворотка с ретинолом. И только потом, когда уже наступает лето, и вы, ну сейчас я начну использовать все, а нет. Ну почему такая шутка? Потому что чаще всего так и бывает. Только человек адаптировался к ретинолу, только разошелся, а уже лето пришло. Но опять же, смотрите, у F-индекса в телефоне, если это было такое лето, как в этом году, прекрасное, жаркое, но при этом с низким ультрафиолетовым индексом, можно и продолжать, но при условии, что вы используете СПС. Поэтому здесь все ограничивается исключительно тем, как реагирует ваша кожа на косметические средства. Все это сочетается. Ретинолы кислоты сочетаются. Это миф про то, что они не сочетаются. Удобнее всего пользоваться именно ночью. Я вам дам в конце видео, вы видите, здесь прям будет полная раскладка, утро, вечер, выходной день. То есть я все это, чтобы визуально все систематизировать. Поэтому про ретинолы кислоты не можем не поговорить. Это то, к чему у нас осенью и зимой тянется рука. Ну, у любого человека, который хоть как-то посвящен, погружен в тему ухода за кожей, первая мысль, как только солнышко скрылось за облачка, вот это, да, ручки начинают чесаться. Поэтому... Пилинг гель, поскольку он у нас очень мягкий, мы используем все равно раз в неделю, раз в 10 дней. Как я вам уже сказала... Если вы чувствуете, что кожа в рамках нормы, то есть легкое шелушение, например, желательно подключить, потому что керотиноциты делятся, кожа обновляется, она шелушится, но она не отшелушивается. То есть то, что у вас кожа активно шелушится, почему я не соглашаюсь даже, когда коллеги говорят о том, что ретинол работает как пилинг, потому что кожа шелушится. И что? Она шелушится, но она не... Ну, это как гиперкератоз. И что? Она не отшелушивается. Поэтому ей нужен помощник. Боитесь кислот? Пожалуйста, энзимы. Я еще вам предложу. Энзимная маска пектина. Вот это то, что точно можно. Потому что энзимы – это не кислоты. Энзимы работают только в пределах роговослой кожи. Живые клетки они не трогают. Поэтому переживайте за кислоты, берите энзимы. Вообще великолепно. Но помочь иногда вот коже, особенно когда обильное шелушение от ретинола, нужно. Иначе это все вот охлопьями и будет. Особенность такая. Ну вот и про кислоты мы с вами поговорили. Про способ ввода. Даже с самыми кусачими кислотами, но у гильтека таких нет, действует правило, что в принципе, если вы начнете с маленькой дозировки и потом постепенно перейдете на большую, то будет вам счастье. Но как это реализовать в жизни? Вот тоник. Вы им пользуетесь полгода, а то и год. Это сколько же вам их надо купить в разной дозировке. Поэтому самый простой способ, которым у нас научил бренд Беложик Решерше, за что ему спасибо, тоник мы не будем за 20 тысяч покупать, а лайфхак возьмем себе на заметку. Намочили ватный диск, нанесли только на него, на влажный ватный диск, тоник с кислотами, протерли лицо. Вы сразу же его PH повысили, вы кислоты частично подринетерализовали, вот и все. Поэтому не надо здесь покупать 10 тоников с разным процентом кислот. Ну или делайте ставку на самые безобидные. Молочные, миндальные или вообще не на кислоты, а на энзимы. Вот мы о них поговорим, потому что энзимной пудры нет у нас? Да, тогда потом поговорим. Нужен ли осенью SPF? Мы тут говорим про кислоты, мы тут говорим про ретинол, а SPF. Ведь если бы у нас сейчас наш семинар с вами проходил не осенью, а летом, я бы начала его с использования SPF. Вообще разговор бы мы начали с использования SPF. Что происходит в данном случае зимой, осенью? Выбор SPF средств у Giltek большой, за что им огромное спасибо. Потому что такие вот производители, как Giltek, которые профессионально работают с клиентами, которые снабжают салоны красоты, они готовы сделать все ради того, чтобы вы только использовали SPF. То есть на коленях просто перед вами стоят. Вот тебе такой, вот такой, вот такой. Только используй. Поэтому, если вы живете в мегаполисе, в таком, как город Москва, я думаю, вряд ли кто-то сегодня на сегодняшнюю встречу приехал из Краснодара, да? Маловероятно. Поэтому мы все-таки с вами обсуждаем вот нашу с вами жизнь. Большинство из нас работают или учатся. Сейчас начался учебный год. Это значит, вы выходите из дома, темно. Потом вы весь день в офисе или на учебе. Возвращаетесь домой, темно. Зачем же нам SPF 50? Потому что сейчас буквально доходит до безумия. Люди что-то не спают, ложатся с нанесенным SPF на кожу. Это нелогично, это неправильно. Зачем? Поэтому хотите выбрать, например, мегаполис крем вот такой вот с небольшим, казалось бы, фактором защиты SPF 10, но с широким спектром защиты. И плюс вы, например, тональный крем сверху нанесете и припудритесь. Да для таких вот условий это абсолютно нормально. Хотите использовать как праймер, например, продукт, чтобы он был с таким эффектом? Пожалуйста. Или если бы вы все-таки прошли какое-то лечение у дерматолога, сделали фототерапию, сделали какую-то лазерную шлифовку, вот тут уже погода-непогода, будьте добры, SPF 50 использовать плотным слоем. Потому что это у нас исключение. Мы с вами говорим о варианте такой нормы нашей повседневной жизни. Вот вроде все в порядке, немножко ретинолокислот. Пожалуйста, подойдет и вот это, и вот это, и вот это. Но исключением является, конечно, ситуация, когда вы склонны к образованию пигмента. Эта проблема бывает огромная. А те лучи, которые отвечают за образование пигмента, они у нас и зимой активные, они сквозь облака проникают. Или если вы проходите лечение каким-то серьезным препаратом, некоторые препараты повышают чувствительность к солнцу и пигментацию. Или же вы, например, прошли лечение у дерматолога, особенно связанное с травматизацией кожи. SPF 50 зимой здесь никто не отменял. Поэтому здесь ответ будет таким. Образ жизни. Понимаете, что вы стандартный городской житель. Дом, темно, вышли на улицу, сели в машину, в метро, доехали до офиса, до учебы, просидели там весь день, вышли темно. Ну, нет никакого смысла умазываться SPF. То есть, таких вот минимальных даже средств защиты будет достаточно. А вот сейчас... Да, пожалуйста. Это излучение компьютеров. Дело в том, что это не имеет под себе такого большого научного основания. То есть, вышло достаточно большое исследование совсем недавно про синий свет. И это исследование нам показало, что для того, чтобы получить такую же дозу солнца, как вы выйдете на улицу и получите за 15 минут, нужно сидеть в обнимку с ноутбуком 8 часов, не отрывая щеки. То есть, не просто перед ним, а вот так прямо лицом припасть к экрану. То есть, ну, настолько минимальное повреждение. Поэтому есть прекрасно, нету замечательного. Так что недоказательно? Недоказательно. Пока что недоказали нам. Хотя у многих хороших, замечательных производителей есть средства. А самое главное, что вот эти F-фильтры, они прекрасные все антиоксиданты. Поэтому мы все равно рады. Они там есть, и слава богу, и классно. Почему бы нет, да? А вот после филинга флайки, не нужно аналогов на СПФ 50? Или в этом совсем-то... Не нужно, не нужно. Нет, он не относится... Ага, еще один вопрос. А вот я читала, что кость у него лучше не гель, а мусс, чтобы он нежнее. Мусс или умывание, вы имеете в виду? Вам нужно попробовать гель для умывания Гильтек, потому что он необычный. Это форма геля, но там он практически не пенится, он нежнейший просто. Я вообще фанат очищения Гильтек, и все пробовала, как и есть. Потому что они действительно очень хорошие. Но если вы хотите мусс, есть мусс. Прямо вот с таким дозатором, вы его выдавливаете, вот эта шапка пены сразу образуется. Здесь все равно. Абсолютно. Павы нас интересуют. Немножко, это неудобное ощущение? Да, сейчас мы до этого дойдем. У нас на вопрос, опять, на истерии. Да, пожалуйста. Я недавно узнала, что оральные инцидивы, они тоже повышают пигментации. То есть, я с ним не знаю, что они принимают оральные инцидивы, но они используют кислоты и индиционал. Какой уровень инцидивы защиты вынуждены? Такой же точно 10, 15, 20, 25 для города. Особенно если вы наносите макияж. Ну, конечно, это физические фильтры, там оксид, цинкодиоксид, титана внутри. Поэтому, конечно, другое дело, что... Пожалуйста, если вам комфортно, особенно зимой, они же все будут подсушиваться. Все равно минералы подсушивают. И вопрос опять привычек. Есть ли у вас привычка подпирать щеку, будет ли маска? Потому что физические фильтры легко смахиваются. У них нет сцепки с рогалом в своем коже. Протерли лицо, носовым платком, носом вытерли, все, защита нарушена. Поэтому здесь вот такое есть неудобство. Будет он работать, если мы говорим не про физические фильтры. То есть, если у вас крем с физическими фильтрами только, лишь, и вы нанесли сверху тональный крем, вы нарушите защиту. Потому что вы ее смажете. Защита не суммируется. То есть, например, если вы нанесли праймер солнцезащитника... Это я руку подношу и гаснет экран или нет? Если вы, например, нанесли праймер, вот как мы сейчас смотрели, и на него нанесли тональный крем с СПФ-защитой, они не суммируются. Мы всегда считаем по самому большому, по самой большой цифре. То есть, здесь не обольщайтесь, что я нанесла. А как вы можете выбрать физические там или физические? Ну, если в составе вы видите оксид цинка, диоксид титана, в том числе в наноформах, когда написано наноскобочках, это физические фильтры. Ну, там нитритбора, что-то дальше пошло. Ну, основное – это цин и титан, а химические – это всё остальное со сложными, странными, нечитаемыми названиями. Физические? Физические фильтры плохо растворяются. Они имеют плотную текстуру, эти кремы, потому что их надо как-то растворить. И растворить их, проще всего, в масле. Поэтому, как правило, кремы с физическими фильтрами не в наноформе. Они действительно очень жирные, плотно ещё и выбеливают. А вот если в наноформе, с ними уже проще обращаться. И тот же La Roche-Posay бренд это показывает. Их Чака Флюид, линейка от Элиос, где этот флюид просто жидкий, как вода. А там в том числе наноформы физических фильтров. Поэтому вы правы, да, это особенность химии косметической. Их просто никак не растворить больше, ни в чём. Да, поэтому оно у нас здесь и есть, конечно. Обязательно. Я тоже рекомендую вечером, вне зависимости от того, что находится на вашей коже, использовать гидропильное масло. Мы сейчас до него дойдём, я объясню. То есть, La Roche-Posay, да, называется, что там не физические фильтры, да? La Roche-Posay, там нанофизические фильтры. Но при этом жидкий. На них можно, да, тональный? У них есть такая версия с тоном. Вам даже тональный крем не понадобится. Не нравится? Плохая кровящая способность? Конечно, там нету множественных оттенков. Да, там два оттенка. Поэтому можно тогда на него? Можно, можно. Там всё равно комбинация, там не только физические, там комбинация. Особенно, если вы найдёте новый. Я вообще сейчас меня не убью. Новый вы найдёте. Moon 400 называется. Это патент бренда L'Oreal. Л'Oreal в этом году вышла солнцезащитный фильтр нового поколения. Поскольку патент принадлежит L'Oreal, вы и не могли использовать, конечно. Ну да, 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 точно, забыла. Наивный человек. Ну вот, то есть, Moon 400 называется. La Roche-Posay. Новая версия вот этого Чака Феида, это вот непросто. То, что нам может предложить наука. Не надо бояться химических фильтров. Нового поколения стабильны, они не окисляются, они не провоцируют воспаление, их не нужно бесконечно обновлять. Они не выбеливают, их можно упаковать хоть в матирующую текстуру. С ними действительно жизнь гораздо проще. Поэтому не бойтесь всего, что не физическое. Пожалуйста. Потому что реакция, действительно, у некоторых очень слезятся глаза. На сам фильтр, особенно предыдущего поколения химические фильтры, они очень действительно имели раздражающий высокий потенциал. Их нельзя было наносить на слизистые, около слизистых, в том числе под глаза. Могла быть сильная реакция. Но... Совершенно верно. Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Ещё, пожалуйста. Давайте тогда разберём на примерах, потому что лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Итак, утреннее очищение. Если у вас кожа жирная или комбинированная, можно с гелем, если кожа очень сухая, вы полно имеете право просто ополоснуть лицо водой по утрам. У вас нет обязательства мыть лицо два раза в день с очищающим средством. Если у вас себодефицитная кожа, у неё и так, у бедной, нет своего кожного жира, а вы ещё два раза в день умываетесь. Поэтому тщательное очищение, но при этом мягкое, да? Один раз в день, пожалуйста, а утром по желанию. Но вот гели и гельтек, они правда очень мягкие. Если вы никогда не пробовали, попробуйте. Для снятия макияжа они не подходят. То есть, если вечером мы снимаем макияж, здесь будет гидрофильное масло на первом месте, потому что мягкий очень продукт. То есть, поверхностное загрязнение он все уберёт, но жирорастворимые останутся, поэтому масло гидрофильное используем. Тоник. Ну, несмотря на то, что он называется must have, несмотря на то, что там стоит человек с ружьём, я тем не менее скажу, что это тоже необязательный этап ухода на самом деле. То есть, тоник, ну что тоник? Тоник, главное, должен нормализовать PH после очищения. А если вы его очистили мягким средством, таким как от гельтек, так и не обязательно. Но тем не менее, здесь есть компоненты вяжущие, например, успокаивающие. Просто есть люди, которые любят тоники. Например, я. Мне нравится нанести что-то на ватный диск, протереть лицо. Тоник абсолютно жидкий, жидкий как вода. Если вы хотите чего-то более густого и с другими эффектами, у гельтека есть ещё другие тоники, с другими составами, немножечко других текстур. Не забывайте, что вы можете на этом этапе, например, вы купите гель для аппаратных методик у гельтека, например, липолитик, да, для деформационного ворфотипа, жиросжигающий, который для у кого подбородок, брыли, вы его можете использовать каждый день именно на этом этапе, на этапе тоника. Потому что это водный гель на водной основе, и тут такие же точно действуют правила. Поэтому если вы выберете для себя гель, например, гель нео антивозрастной, вместо тоника, полнейшее имеете право, как я это называю, предуход, предсыворотка. То есть это что-то получается у нас с вами промежуточное между сывороткой и тоником. Гибридный продукт. Посмотрите, может быть, вам так будет удобнее поступить, особенно если у вас действительно деформационный ворфотип, потому что в тоник липолитик не положишь, в жидкую текстуру вообще мало чего положишь, там вода занимает самое большое место. Поэтому вот эти все там тоники с ретинолом... У нас не будет тоника с ретинолом? Тоники с ретинолом – это маркетинговый ход. Потому что не растворишь ретинол. Во-первых, жир растворимый. Во-вторых, сколько ты его туда в этот тоник впал? Ну же зачем? Многие же с трепетом у меня спрашивают, Ксения, а вот тоник с ретинолом, ему тоже нужна такая длительная адаптация? Адаптация нужна к кошельку, потому что когда вы узнаете, что вы потратили деньги фактически в пустоту, будет очень неприятно. Поэтому подумайте, насколько вам нужен тоник или вам нужен гель. Именно кислоты вы хотите? Прямо с ретинолом вы хотите по утрам? Ну там экстракт, коры, ивы. У нас есть там экстракт? Ну это понятно, там же с ретинолом есть. Ну а я не знаю, с парашлочком, который тоник, какой там он очень сиборегулирующий, короче. Сиборегулирующий, москептонер же сиборегулирующий. А, новый, вот этот вот, который с каламином? С каламином. О, трясём, трясём. Да, 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 да. Сто процентов можно. Да, сто процентов можно. Тем более, если вы видите, что высыпания появляются. Видите, значит, эпидермальный барьер уже там кричит. Помогите? Да, потому что тогда не мучайте лишний раз. Тоник, гель, есть или нет, решать вам. Это опционально. Дальше я бы, конечно, очень рекомендовала всё-таки на осенний и зимний период, да и всегда, антиоксиданты в утренний уход ставить на место сыворотки. Это не обязательно должна быть сыворотка Сиэнерджи. У бренда есть другие. Пожалуйста, хотите пептиды? На это место встаёт. Например, 5 пептидов. Тоже без всяких проблем. Это мы можем сделать. Закрываем. Если вы выбираете какой-то лёгкий крем с СПФ, пожалуйста, Йор Мегаполис крем. Вот этот вот крем с небольшим фактором защиты. Если хочется чего-то более мощного, акваапельсин, 3D-уложнение, да, какие ещё у нас кремы есть хорошие такие на осень-зиму? Как говорится, вид, когда реально стоит, она стоит на мокрый глаз, но он довольно-мокрый, и он не стыкровит, и его можно стыкнуть вообще легко. Да, ааа. Мы используем, у нас в октябре выйдет крем Эрмаляк, который полностью подключён к нам. Натуральный увлажняющий фактор. Вот, вот. Ну, нам до октября-то ещё надо дожить, надо как-то же перекантоваться. Поэтому можно, смотрите, тогда взять, правда, если Диана говорит, церамиды и пептиды. Это крем, который позиционируется как крем для глаз, но если производитель говорит, что подходит для всего лица, вот и пожалуйста, а потом, дай бог, и до октября доживём, а там новинка появится, и уже тогда будем это использовать только для глаз, а новинку для лица, пожалуйста. Но самое главное, что здесь церамиды, вот то, с чего мы с вами начинали. Поддерживаем эпидермальный барьер. Вот это вся история. Аллергия на мороз, кожа очень сильно шелушится. Это же всё, вот, кожа не может сопротивляться, ей надо помогать. А если прямо она совсем не может сопротивляться, ещё раз повторюсь, если кожа себодефицитная, гидролипидная мантия не выражена, потому что она состоит из жира и пота, да, если жира нет, то тогда мы берём жирный, плотный, питательный крем, возможно, cold cream. Но не увлекайтесь жирными питательными кремами. Если вы сидите на жирных питательных кремах круглый год, денно и ночно, вы впадёте от них в зависимость. И это обусловлено вполне естественными биохимическими процессами, которые происходят в коже. Вот опять же окклюзия. Помните, что я вам говорила про маску? Окклюзия – это то, что нарушает PH кожи, делает её более щелочной. Это то, что нарушает процессы дисквамации, естественного отшелушивания кожи. Называется это процесс дисквамации. Это процесс воды, может быть, вам принесли? Всё хорошо? Это то, что повышает уровень трансэпидермальной потери влаги. Вообще делает нашу кожу более проницаемой. Поэтому не сидите круглый год на плотных жирных кремах. Только в качестве терапии. Только когда по-другому никак. Когда на улице мороз, и вы понимаете, всё, если я сейчас вот так выйду на улицу с лёгким гелем, лицо треснет. Только в таких ситуациях. Или для атопиков. Но это вообще другая история. Там, ну, это болезнь, по сути, кожа. Липиды не могут вырабатываться генетически. Поэтому используйте плотные окклюзионные кремы исключительно как инструмент. Потому что тоже я очень часто… Это готово просто, я не знаю, что сделать. Я ненавижу это слово «напитанная кожа». Меня просто начинают трекерить. Какая напитанная кожа? То, что кожа не питается. Она питается церамидами, жирными кислотами, фолестероном. То, что вы называете напитанной кожей, это разбухший роговой слой кожи под воздействием окклюзии. И вот она такая гладенькая становится, как будто бы налетая. Это временный эффект, который за собой повлечет, что вот они, липиды раздались, потерю влаги и все, о чем мы поговорили. То есть это не надо к этому стремиться. Это плохой эффект, это обман. Это так же, как спирт сужает поры, условно говоря. Он их сужает за счет своего негативного воздействия на кожу. Так же и плотные жирные кремы имеют свои недостатки. Все используем как инструмент. Итак, вот еще раз, очистили по желанию кожу, по желанию тоник, антиоксиданты хорошие или пептиды, крем. Мы не говорим о том, что это обязательно. То есть может быть совсем минимальная капсула. Ваша минимальная капсула – это мягкое очищение и крем по защите от солнца. Это то, что вы обязаны иметь в своем арсенале ради здоровья кожи. Вот ваша минимальная капсула состоит всего из двух средств. Вы можете больше вообще ничем не пользоваться. Свои обязательства перед кожей вы выполнили. Ну, я что-то еще не помню. Допустим, вечером, то есть вечером все это не стало, когда я посыпаюсь. Я же не могу прям сразу нанести вот крем-мегаполис. Кто сказал? Кто сказал? Можете. Вы мягко умыли свою кожу, вы не нарушили ее ПАЖ. Да, я делала. Вчера. А утром вы имеете в виду, если вы не помылись? Да. Нет, если вы умыли лицо водой хотя бы, вы уже можете нанести крем-мегаполис. Но вечером вы придете, и у вас выбора нет, вам надо точно умыться с каким-то средством. Потому что если я умылась, я же обязательно пользуюсь с толиком? Нет. Потому что вы умылись мягким средством. Если вы дегтярным мылом умылись, тогда обязательно. Подождите, вы знаете, что мы не умыла сидели? Вот я умылась просто водой. Да. Толик я использую? Не обязательно. Можете не использовать. Либо сливочкой, сливочкой, или у вас как-то... Да. А как же вы устанавливаете ПАЖ, вода щелачивает? Здесь все есть для этого. Для того, чтобы смягчить этот самый ПАЖ. А потом имейте в виду, что... Нет, здесь просто не ощелачивает. А имейте в виду, пожалуйста, что ПАЖ кожи без патологии восстанавливается за 15 минут. Так ли страшно нарушить водой? Так я понимаю, больше, чтобы опустить ПАЖ к идеальному 5-5-5-5-5-5-5-5. После чего? Если вы, конечно... Ну, на скошеном ПАЖ-11, что ли, у нее на сколько? Ну, на 1-2-2. А у нас, по-моему, в коже ПАЖ нормальный, это 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Ну, многое. Жирная кожа, так, у нее чуть выше ПАЖ-5-5, чем в актере. Да. В общем, там вызывается бактерия. В такой коже, она в bisschen ниже. он для нормализации ph надо сказать что если вы не будете использовать тоник все пиши пропало лицо отвалится нет то есть кожа сама умеет регулировать свой пашку самое большое это два часа самое большое кожа установить на это прям нужно очень что-то щелочное они тоже сейчас уже про переходит на мультифункциональный уход поэтому мы же здесь с вами говорим что это максимально расширенная желаемая схему у нас здесь сидят люди которые любят косметику или используют косметику профессиональных целях поэтому конечно мы полную раскладку но когда мы говорим о минимуме например уход для мужчин мужчина умылся и вот спасибо если вы дай бог умылся да давайте мужчина умылся и нанес вы его приучили на себя крем со спы и все и у него же не отвалилось лицо правда того что он не использует тоник да у них есть свои особенности круговой слой кожи получили коллагена кожи больше поэтому они не так быстро стареют на самом деле чем женщине гормональных сменений таких не происходит как женщин вот да совершенно верно поэтому мужчин свои есть очень большие бонусы более широкая кость а у женщин после климакса резорбция кости происходит очень очень быстро мужчин кость широкая поэтому нет если мы уже заговорили про разность ухода мужчин и женщин мужчины тоже в зале есть поэтому не отвалится лицо если не использовать тоник как тоже ну раньше жили люди и вы вместо тоника можете использовать гидролат огуречную воду наша задача просто нормализовать паш нам не надо ли это покупать очень дорогая всегда говорю это своим подписчикам и клиентам не надо инвестировать в дорогие тоники это странная инвестиция то есть тоник чисто согласно косметической химии да не положить того чего бы хотелось что это вода там практически да весь раствор это вода хотите пожалуйста здесь вот и помтенол неоцинамид по моему да у нас нету а что там оля травы там есть до травы которые ты вяжешь успокаивающим влада действует сказать что ребята жизнь ваша изменится кардинально не это определенно будет лучше это хороший качественный продукт но прямо сказать что для тех кто погруженный любят я люблю тоники я люблю тоники поэтому я использую все антиоксиданты или пептиды посмотрите можно на самом деле в какой форме у нас там витамины а ну можно с пептидами сочетать можно с пептидами сочетатель с кислой активной формы да если вы хотите вы любите и можно разные то есть например здесь максимально расширенная схема утром у нас стоит антиоксидант но когда мы атаку свободных радикалов больше чувствуем днем что это солнце тут компьютер там стресс здесь еще что-то да тут очихнул кашли ну поэтому защищать нужно кожу особенно утром вечером вот вы приходите домой и вот здесь конечно я бы вам очень рекомендовал независимости от того что вы наносите на кожу если макияж нет макияж у нас любое косметическое средство этой эмульсии это сочетание жирной фазы это сочетание водной фазы при этом ваша кожа все что на ней в ней вырабатывается это тоже эмульсии и та же самая гидролипидной мантика я вам уже сказала это вода то есть под соли пота и жир и вода растворяется водой словно говоря ли да там пенящимися компонентами ажир растворяется жиром подобное растворяется подобным почему еще наши там бабушки и маму от моя крестная она сейчас уже очень пожилая всегда умывалась крем не веющий с баночки такой большой покупала странно зачем она это делает наносит на крем вот так потом ватными дисками снимает а потому что так это и есть жир растворять жир есть ампер кожа особенно жирная это всегда очень полезно здесь мягкое очень масло но мы с ним не заигрываемся каким какой бы не был хороший состав у масла мы не делаем массажи по полчаса поэтому масло там гуаша и все остальное и надо буквально ну максимум минуты помассировали смыли мы превращается масло в молочко почему она называется гидрофильным то есть она растворяется водой и потом вы проходитесь мягкой пенкой например той же что вы использовали утром мицеллярный гель тоже не так безобиден как может показаться мицеллярный гель мицеллы не разбирают кто хороший кто плохой они ваши липиды с собой успевают прихватить поэтому если кожа склонна к сухости даже несмотря на то что вы снимаете мицеллярную воду я вообще рекомендовала бы от нее отказаться то есть в моем понимании гидрофильное масло более щадящий вид очищения кожи особенно в таком составе чем мицеллярка олеогели есть такие есть такое понятие олеогель это гибрид гибридная современная достаточно формула одного этапа да когда такие есть тоже на самом деле не ноу-хау такое еще свое время было бренда кларанс я не знаю остался он или нет такой продукт есть у бренда полость choice не так их много но они есть олеогели да да ну масло и этот компонент который поможет это масло потом эмульгировать да потому что если там просто масло может быть это знаете вариант очищения для топичной кожи вот такие чтобы это вы были уверены что это средства для очищения вот тут у нас соседица друг с другом ретинол и сыворотка с пробиотиками а вот пробиотики тоже еще один вариант улучшить укрепить барьерный свойство кожи тоже микробиом наш хорошие маленькие друзья которых мы не видим но они есть и они тоже нашу кожу защищают и могут очень существенно внести вклад но с пробиотиками здесь тоже все хитро потому что многие ждут какого-то эффекта а его может и не быть ну то есть здоровая кожа здорово больше понимаем что так вопросу про межсезонье про укрепление кожи великолепно чередовать с ретинолом например то же самое сыворотка с пробиотиками прям прекрасно это то что тоже поможет коже быстро адаптироваться дальше у нас как раз липиды устанавливающий крем с церамидами у нас крем для глаз церамидами и и вот он уход выходного дня когда у нас с вами либо пилинг мягкий распри мягкий либо либо или или да посмотреть либо и либо или себорегулирующая маска если вы страдаете повышенной себорегуляции либо пектиновая маска вот те энзимы про которые я начала говорить но да так вскользь пока что упомянула потому что бренда нет например пока что энзимной пудры который мы могли бы с вами вот сюда куда-нибудь поместить или вот сюда да как этап очищения кожи зато есть энзимная пектиновая маска ее можно использовать два раза в неделю например а то даже и три раза в неделю наносит ее на чистую кожу можно под пленочку можно в баню уйти потому что энзимы любит тепло и вот вам вариант на и деликатнейшего очищения совершенно изумительные отзывы на эту маску мне подписчики стали писать что у них минимизировалось количество миллионов на коже после применения пектиновой маски при этом она щас ящик зимы это не кислоты там несколько видов энзимов этой маски напомним пожалуйста да папа инверла и еще что-то третье да вот три напомню что три поэтому самый самый мягкий вариант с кислотами тоже можно сочетать например раз в семь раз в 10 дней пилинг для поддержания эффекта раз два раза неделю энзимная маска эффективная пожалуйста да воскресенье пилинг совершенно верно можно зимы кислоты вообще не конкуренты друг друга они работают на разных уровнях поэтому это не проблема можно пожалуйста аква удовольствие прекрасная маска у бренда если без нее смываете пилинг например здесь лучше все-таки тоником лицо протереть наносите сыворотку и крем уход такой какой был запланирован единственное что если опять же вы адаптируетесь к ретинолу вы сделали пилинг подумаете она носит ли вам в этот день ретиноловую сыворотку или может пару дней подождать а когда вы уже адаптировались пожалуйста вот и было на ваше расписание и вы по нему идете зависит от того насколько ваша кожа чувствительная то есть если вы понимаете что кожа это воспринимает хорошо а здесь все-таки мы говорим об очень низких процентах вода активов даже до 1 процентного ретинола с вами не дошли его нет еще 0 25 0 5 маленький процент кислот то есть в норме все должно быть хорошо вам должно быть комфортно но как я всегда говорю вы с кислотами выстраиваете ваши индивидуальные отношения потому что никто лучше вас не знает вашу кожу никто рядом с вами не стоит каждый день не оценивает состояние вы чувствуете повышается чувствительность отложите даже если у вас в вашем графике написано что у вас сегодня кислоты по плану потому что какой гель а а очищающий да и пектиновую маску салициловый лосьон ему можно использовать салициловый лосьон уже можно использовать в этом возрасте да да через день можно можно три раза в неделю на мужа можно использовать есть крем для молодой кожи вот из этой же линейки заю сняться на мидом если у него есть желание потому что иногда подростка тяжело заставить вот 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 ну и вы спая по которым мы с вами поговорили там 10-15 процентов это будет достаточно когда без него тогда без него да да тогда без него то пожалуйста какие вопросы какой сывороткой какую речь антикуперозная сыворотка месяц отдыхать это что за сыворотка сейчас я посмотрю состав ли сыворотки прошло речь которые для чувствительной кожи с куперозом redness relief которые ну составе троксерутин сосудов крепляющий компонент экстрад дубу каштана это тоже вяжет зеленый чай цинтелла азиатская армика это то что успокаивает симулирует выработку коллагена например цинтелла не ацинамид тоже такой многофункциональный компонент витамин b3 которые для пигмента кстати для выработки липидов и так далее я не вижу предпосылов когда вы подобное слышите попробуйте попросить какое-то научное обоснование кожа должна отдыхать это не научно кожа живой постоянно обновляющийся органами к чему не привыкает и не нужен отдых также как не нужен отдых ногтям это все фантастика мы не находим научного обоснования кожа живой орган при желании да то есть если уход вам подходит он вам нравится вы видите от него результат просто так вы менять не можете ли вы одно и тоже сыворотку пользуется 5 лет к ряду можете исключений практически нет исключение например составляют продукты с дыма и с динолом вот и мы пользуемся курсами до года но это научно обоснованно потому что мы знаем что если мы сидим на высоком проценте динола несколько лет к ряду клетка разрушается наступает обратный эффект на эластичной кожи будет такая вялая и там причем необратимые процессы наступают на таких ингредиентов практически нет мы окклюзии не пользуемся на постоянной основе то что кожа отвыкает просто генерирует свои липиды она не привыкает ни к чему просто ее обманываете наносите плотный жирный крем а для кожи сигнал что пора там зернистого слоя дегранилировать тельца вот эти вода который содержит мобилиарные липиды это сигнал что на кого начинает влагу терять а вы заперли все плотным кремом она влагу не теряет ночью ничего не надо делать я не теряю влагу все живем ребята да то есть первое это динол второй это жирный плотный крем на постоянной основе почему нельзя использовать мы с вами поговорили что еще даже в голову ничего не приходит силикон согласно исследованиям не нарушает газообмен ни в одну не в другую сторону минеральное масло нарушает силикон нет силикон достаточно плотная большая жирная молекула инертная создает пленочку такую да да безусловно но не она не мешает проникновению воды например в кожу как минеральное масло не препятствует выходу кислорода силикон не препятствует выходу кислорода гиалуронка у нас здесь есть как часть очень многих средств почти везде поэтому нет она очень хорошо работает как вспомогательный компонент она в разных средствах разных формах кстати поэтому вы свою гиалуронку доберете церамиды сыворотки 2 имеется ввиду что вы будете чередовать ретинол и какую-то другую сыворотку поэтому и здесь 2 у нас они слепились с витамином c но вы можете сделать например это сыворотка и вот это у вас будет одна и та же и только ретинол если он вам нужен вы будете его использовать вы ему умеете полное право сжать капсулу я вам сейчас придала предлагаю вариант максимально расширенного ухода чтобы вы ушли отсюда со себя уже не потом не говорили что ксения порекомендовала вам три средства то есть моя задача вам будет полный дать расклад а ужать ты вы всегда успеете опять же вот очищение мягкое солнцезащитный крем там например мягкие кислоты и одна антиоксидантная сыворотка и на утро и на вечер это может быть вот так здесь просто самая широкая схема из возможного по потребностям кожи может быть у вас потребности кожи гораздо шире например чем может перекрыть только одна лишь сыворотка с витамином c то есть например может быть у вас правда есть пигменты вы хотите с ним более детально поработать вы тогда включите сыворотку с неоцинамидом то есть мы ориентируемся всегда с вами на потребности кожи на состояние кожи если вы понимаете что одна сыворотка закрывает все ваши нужды так и пожалуйста пусть она будет 1 если мы говорим именно про витамин c это работа с пигментом это укрепление сосудистой стенки это стимулирование выработки коллагена в основном первого типа и это антиоксидантный естественной первых борьба со свободными радикалами конечно конечно витамин c профилактики куперозы даже в лечении многих сосудистых заболеваний это очень хорошая штука пути здоровы можно под глаза наносить ну понятно но можно 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 нету и такой формы витамина c чтобы там щипал и так далее пожалуйста еще какие вопросы ну-ка наконец-то что-то интересное началось это лято поля пожалуйста то есть если мы сейчас говорим вам про то что я вижу да что мне бы хотелось использовать еще эти новые кислоты кажется разумным вынести дезилтерапсид на утром а условно активы оставить в вечер или это будет вам бензилтерапсид врач назначен или самовольно пошли в отрыв наоборот на рецидив и вы прямо на все лицо его наносили только на место поражения здесь упирается в то что бензилпероксид очень сушит бензилпероксид вызывает очень активное шелушение здесь конечно логично подкрепить кожу помочь и опять же липиды восстанавливающий уход минимизировать другие агрессивные актив да у нас есть лечение акне протокол когда мы например утром используем бензилтерапсид а вечером дифферин и даже есть комбинированные препараты как офизел где который сейчас не купить но хорошая новость он будет скорее всего в конце сентября вроде говорят поставить на рынок опять поступит и дифферин и эфизел сейчас нет и есть комбинированные препараты то есть это прям логично все правильно говорите но кожу нужно беречь то есть понимаете ходить с обожженным шелушащимся лицом но без крышей так себе тоже удовольствие поэтому если вы знаете опять же возвращаются вопросу зачем если вы знаете что без аэпероксид на вас отлично работает а зачем еще добавлять цилицилку ретинол чтобы что не вызывает он не вызывает резистентность бактерий конечно ну теоретически да если он бы не назывался бы лекарственным препаратом если бы это вот логично что мы любым лекарством пользуемся курсами этого логика конечно совершенно верно совершенно верно да совершенно верно совершенно верно теоретически да можно но лучше не перебарщивать берегите кожу пожалуйста но он с спф можно пожалуйста ну вот крем с церамидами тот же самый он не плотный вот такой гель-крем вот вот уже который человек говорит поэтому восстанавливает он как раз для этого и сделан как раз для этого сделать да да это ламилярная эмульсия с липидов восстанавливающими активами а у нас будут подарочки вообще нет а уже вы получили а я-то думаю что вас обрадовать а вот человеку который больше всего вопроса задавал не получил не положит дополнительный бонус вот например за пожалуйста еще какие вопросы а я думаю все такие грустные потому что подарки не получили а она мало получили наверное да да пожалуйста да джозатон да гели специализирован да да это чудесный гель я на самом деле знаю всего бра два российских бренда а вот а вот тоже делают гели для аппаратных методик я потом на ушко тиска нет на букву м вот они у гельтека одни из самых лучших гелей это точно про я же была у гельтека на производстве я видела все как это отваривается все эти реакторы ну и бренд который обеспечивается страной 80 процентов рынка гели для узи это гельтек они априори умеют делать гели для аппарата гадалки не ходить это ионизация да это вопрос того с какой косметикой вы используете как правило бренды которые производят косметику для использования с ультразвуком с подобного рода приборами они это указывают у вас указано вот в этом есть нюанс то есть почему не найти прямо и тут плюс потому что нельзя можешь ответить на этот вопрос по воздействию на кожу чем минус все для ультразвука ну конечно дезинкрустации напрашивается виктория да вот пришел его одули отсидитесь там да я просто не хотела это говорить за одну функцию да плюс-минус вот эта ионизация в действительно в домашних приборах это да то есть но это все до придавать этому большое значение не нужно но микротоки это другое это другое да конечно яман там и все конечно конечно да нет и есть и наши хорошие мы просто потенциал домашних гаджетов он ограничен мы например точно знаем что рф-функция даже если она заявлена она может быть неплохая но запрещено законом трудно такого состояния разогревать гиподерму как это делается на профессиональном девайсе а вот микротоки электромиостимуляции они прямо очень близки поэтому нужно понимать что да имеем микро улучшение микроциркуляции лимфотока это как минимум лет терапия в таких приборах но к сожалению это нужна профессиональная установка и так далее поэтому да какие-то там до кучи навешанные эти опции для того чтобы вам было не так жалко потраченных денег но вот сама очищение ультразвуком это хорошо микротоки это хорошо электромиостимуляция это хорошо все остальное под большим вопросом микротоки можно использовать каждый день особенно то есть у вас деформационный морфотип по утрам вы встаете например есть некоторая отечность две-три минуты массаж и прекрасно по гелю потом этот гель промокнули салфеткой наносится сыворотку крем конечно конечно покойную поэтому его в нашу беседу мы включили сегодня нашу подборку можно еще вопрос да дело в том что я пошла к термотологу и сказала у меня беспокоят круги под глазами мне нужно что-то прям сильное но я не собираюсь ничего там колоть она не продавала этот крем случайно нет не продавала вот я хотела все таки сравнить вот с вашим да вот я не знаю примерно как-то действительно прям намного лучше что-то переплачено и да у а у с на 5 пептидов. Вообще нужно понимать, что уход за кожей вокруг глаз отдельно, как за зоной, это необязательно. Вот у вас совпадает в принципе тип и состояние кожи вокруг глаз и на лице. Вы можете использовать те же средства, что вы используете для лица на коже вокруг глаз. Это все маркетинг, беспощадный, уж прости, Яна. Но это, да, 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 для губ можно использовать даже. То есть мы с вами используем кремы вокруг глаз, когда мы понимаем, кожа под глазами существенно отличается от типа и состояния кожи лица. Да, кожа лица жирная, крупнопористая, проблемная, да, есть акне, а кожа под глазами сухая, тонкая. Мы же априори не можем матирующий, сушащий крем наносить под глаза. Патологично у нас будет крем под глаза один, крем для лица другой. Или у вас есть специфические нужды на кожу под глазами. Синечки, но у вас не та пигментация, которую можно осветлить косметикой. Она у вас не сосудистая, не эндокринная, у вас просто тонкая кожа под глазами. Поверьте, я бы давно избавилась от этого, если бы это можно было сделать так просто. Да, грыжи, у вас грыжи я не вижу, но вот у меня грыжи есть, например, да, и только удалить, а что ты сделаешь? Какие-нибудь подсборы кинетические? Рекомендуют даже шлифовки, потому что путем, опять же, травматизации кожи будет уплотнение. Здесь хороший результат показывает такой компонент, как влюфелин. И даже некоторые идут на хитрость, используют крем для груди с влюфелином на коже под глазами. Он увеличивает влюфелин подкожировую клетчатку. Понятно, что на какой-то процент, это всего лишь косметика, там на 5% максимум. Но из-за того, что подкожировая клетчатка, которая здесь так мало увеличивается, даже на этот маленький процент, это здорово действительно помогает. Сыворотка с с улюфелином есть у бренда МедиПил. Бренд Шарова, по-моему, делает крем для груди тоже с улюфелином. Поэтому вот его можно для таких целей использовать, нестандартным способом. Сырье все идет практически от одних поставщиков, поэтому... Вот всё, расскажи, а? Да, пожалуйста. Пить. У нас есть исследования независимые, плацебо-контролируемые, всё как положено, и результаты этих исследований показывают статистически значимое значение увеличения уровня гидротации кожи, увеличение образования коллагена, статистически значимое. Не на 10 лет помолодел, а статистически значимое. То есть вроде бы это можно считать за результат. Кроме того, организм очень хитро устроен. И что такое коллаген? Это набор аминокислот. А коллаген у нас есть в других тканях, сухожилиях, связках. И если организм сочтёт, а кожа и морщины для организма это не проблема, для него это не болезнь, он как бы здесь вам не союзник. А вот если суставчик поскрипывает, вот он туда всё отправит. И это очень частая, очень частая история, когда мне, например, подписчики пишут, для кожи ноль, но зато перестало хрустить колено. Это вот, это да. Вот, 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 вот. Первый, третьего типа, если всё-таки мы хотим на кожу. Второго типа можно с глюкозаминфандроитином. Он, кстати, больше показывает омолаживающее действие, чем для суставов в последнем исследовании. То есть если хотите омолодиться, глюкозаминфандроитин, сульфат, в аптеке покупаем. Да, 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 да. То есть на суставы, как те же показывают исследования, мало влияет, а вот на кожу, поэтому, знаете, иногда не такие случайные находки интересные. Да, первый, третий тип и второй. Ну вот, есть разные сведения, кто-то говорит, их надо принимать по-разному, в разное время суток. Например, там, утром первый, третий, вечером второй. Но при этом я на рынке вижу препараты, где они уже вместе. Вот это мне пока вопрос у меня без ответа. Ну, скажите, а вот, допустим, у меня расширенные поры. Могу ли? Чего? Ну, разве нет? Ну, чуть-чуть. У вас нет? Очень расширенные. У меня нет жирного места, жира нет у меня. Могу ли взять, допустим, поросуживающую маску и идти только вот сюда? Можете, конечно. У вас чистые поры, вот это самое главное. Они чистые, да, абсолютно, абсолютно чистые. Ну, то есть максимум сальные нити, там, какие-то, у вас чистые поры. Ну, что увеличено, это генетически нам дано. Ну, то есть можно просто еще маску взять, а что-то еще, посоветните? Да, просто... Тоник наш, тоже с коламином. Матирующий флюид. Матирующий не надо. Ну, у вас, видите, интересный какой случай? У вас усталый морфотип, вот кожевая клетчатка невыраженная, кожа тонкая. При этом есть, вы видите, высыпания небольшие, и вы жалуетесь расширенные поры. Поэтому нужно соблюдать баланс. Вы очень легко можете, вы как раз в зоне риска, вы очень легко можете вывести кожу из равновесия, если начать шпарить ее ретинолом, кислотами сразу же. То есть вот вам адаптация и период нужен точно. Но это есть тренды, да, чтобы... Да, 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 да. И ретинол постепенно-постепенно вводим, внимательно наблюдаем. Акны есть. И поры вы жалуетесь расширенные. То есть 0,25, в принципе, можно вам. Запутали человека, обещали мастер-классы, черт, что тут устроили. Блага. Так. Заканчиваем, да? Ну что, спасибо вам огромное-огромное, что вы пришли. У нас есть плюс. Кому? Ура! Мы обожаем людей, которые задают вопросы, постоянно интересуются, потому что мы обожаем на них отвечать. У нас целый штат косметологов. Что вы говорите? У нас есть плюс для победителя. Спасибо вам огромное. Спасибо. Продолжение следует...